В селе Суко крестьянско-фермерское хозяйство «Конный путь» разведением лошадей здесь занимаются с 2001 года. Сегодня их 50 в хозяйстве, покладистые, умные, знающие свою работу. Для туристов разного уровня подготовки предусмотрены разные нагрузки. Малый маршрут протяженностью около 5 километров и проходим мы его 40-45 минут. Большой маршрут протяженностью около 10 километров и проходим мы его полтора час сорок. С детства мечтала покататься на лошади. Как-то невозможности, ни времени как-то не было. Все как-то так спонтанно. Много интересных впечатлений, разные животные. Что-то ветки шуршат, чего-то лошадь боится, чего-то я боюсь. Ну, в общем, очень много впечатлений, эмоций. Кроме конных прогулок, на территории устроен деревенский уголок с небольшим хозяйством. Кролики, утята, козы, представители от клана диких животных – лисенок и всеобщий любимец – медвежонок. В Анапу жители Кубани приезжают с удовольствием. Обычно в выходные дни – отдохнуть от городской пыли и суеты. И с пользой провести время не только на пляже у моря. Этим летом у гостей и жителей города-курорта появится возможность посетить страусиное хозяйство. Во время экскурсии по ферме можно встретить экзотических птиц – страусов, фазанов и павлинов. Хозяева фермы разрешают покормить живущих здесь кроликов и осликов морковкой и капустой. Кстати, юные любители живой природы – частые гости страусиного хозяйства. Здесь регулярно проводят экскурсии для школьников. Маршруты выходного дня в Анапе разнообразны. Рыбалка, прогулки под парусом, путешествия в парк Вина. Поводов приехать в Анапу в отпуск или на пару дней – много. Редактор субтитров А.Семкин